Приветствую вас, друзья! Эта неделя по всем параметрам торговым предстоит непростая, учитывая подведение итогов, очень медленное подведение итогов промежуточных выборов Конгресс США. Ну, собственно говоря, и пресс-секретарь Белого дома Карина Жан-Пьер предупреждала заблаговременно, что подсчет не будет быстрым. Ну, понятно, что демократы не поспешат признать свое более или менее очевидное поражение в Нижней Палате. На данный момент сейчас по подсчетам, которые опубликованы на официальном сайте Жмрейтас, показывают 199 мест у республиканцев против 173 мест у демократов. Ну, и, собственно говоря, уже, так сказать, более или менее все понимают, что расклад будет в пользу республиканцев в Нижней Палате. А вот Сенат останется подвешенным, видимо, еще очень надолго. Там переизбирают всего треть сенаторов. И на данный момент 48-47 счет в пользу демократов. Нужно 50 голосов, так сказать, кто превысит отметку 50. Если кто-то сможет это сделать, то это, конечно, будет уже какой-то существенный сдвиг. Мы все видим, что это на грани. Но что касается рынков, какого боку это касается все рынков, на самом деле индексы биржевые смогли прибавить как раз за последние 2-3 сессии. И держатся, скажем, S&P 500 чуть выше отметки 3.800, что уже на самом деле дало некий вздох облегчения большой массе инвесторов, что не падение, а подъем. Этот подъем, ну, прежде всего, связан с идеей, что республиканцы могут заблокировать любые инициативы Джо Байдена, его команды, наверное, точнее говоря, направленные на дополнительное любое расходование средств. Там, будь то это зеленая повестка, будь то это направление средств на Украину, какие-то другие, так сказать, социальные инициативы, которые массово периодически появляются в Конгрессе в период правления Байдена. Вот все это, может быть, что называется, напрочь заблокировано в Нижней Палате, и хода этому не будет. Соответственно, если бы это все было, то это дополнительно подпитывало бы инфляцию, которая и так является, по сути, главной проблемой, если не считать, конечно, Федрезерв, который на эту же инфляцию реагирует подъемом ставки. И то и другое бьет по рынкам, то и другое бьет по экономическим ожиданиям, и вот этот фон рецессионный, он давлеет. Но вот слегка, слегка, так сказать, закрытие коротких позиций, уж излишне, так сказать, накопленных за последние недели, вот это закрытие как раз шортов, шорт-сквизинг, как его называют, помогло оттолкнуться индексом от локального дна, потому что когда 3900 отметкой оттуда было падение на пресс-конференции Джерома Пауэлла, уже казалось, что это прям совсем последний гвоздь в крышку гроба. Но возможно, что на самом деле так оно и есть, но в данном случае имеет отложенный эффект. Насколько сможет заблокировать республиканская партия инициативы демократов, в принципе, еще вопрос. Во-первых, многое может проводиться, ну, по сути, прямыми указами, которые подписывает Байден. Это раз. Во-вторых, новый состав Конгресса соберется еще только в 20-х числах января, это если ничего другого, никаких не будет там неожиданностей, как с президентскими выборами, ну, не похоже на то. Так что еще за оставшихся пару месяцев можно напринимать законы, в принципе, каких угодно, и провести их через Конгресс демократам. Так что, наверное, внимание рынка в ближайшие, там, несколько дней будет обращено на данные фактически по инфляции, они будут опубликованы в четверг уже. Инфляция имеется в виду американская потребительская, CPI. И вот этот индекс, он почему-то по средним оценкам экспертов может даже снизиться с уровня 8,2 до уровня 8 процентов. Ну, в американской статистике вообще все может, как бы, случиться. Но, учитывая, что выборы уже прошли, и, что называется, там, полировать данные особо незачем, вполне вероятно, что в реальности индекс подскочит, и подскочить он может довольно сильно в предположении, что американские тенденции могут следовать и за европейскими. А в Европе инфляция дала новый пик 10,7 по сравнению с уровнем 9,9, который был всего лишь две недели назад. То есть, буквально изменение на 0,8 процентов годовой инфляции за пару недель. Если такая же будет, как сказка, и в Америке, то ничего хорошего это не сулит для рыночной динамики. Но на данный момент называется реакция и в порядке, в плане ожиданий, и, может быть, даже по факту, может быть отложенной. То есть, рынки, как бы, ослабили нисходящие импульсы, и не факт, что все будут торопиться распродавать, как бы, резко снова. Но из даже тех компаний, скажем, вот, которые успели подскочить немножко за последние дни, на самом деле видно, что на слабых основаниях идут эти подскоки. Ну, например, компания Мета, владелец Фейсбука, Инстаграма, запрещенных в России. Значит, вот эта компания подскочила более чем на 6% за одну торговую сессию понедельника. На чем? На сообщениях об увольнениях сотрудников. Довольно такой, так сказать, поганенький, на самом деле, фон для позитива. Здесь позитив нашли только в том, что считают, что Мета перерасходовала существенно средства на некие авантюрные, в том числе, проекты, и будет сокращать их количество. Поэтому, в данном случае, увольнение сотрудников сокращает издержки, при том, что, как бы, прибыли и так, на самом деле, существенно снизились. Но вот, насколько можно считать, позитивом вопрос, но учитывая, что этот отскок на 6,5% произошел от предыдущего и далеко не локального дна, весьма долгосрочного дна, компания практически на четверть потеряла капитализацию там за предыдущие пару недель. На самом деле, вот, вы считаете это позитивом или нет, большой вопрос. Тесла просела, Тесла просела до уровня, который в последний раз наблюдался в мае 2021 года и просела одновременно на том, что Маск по сообщениям продал часть своих пакетов акций на почти 4 миллиарда долларов, ну, видимо, чтобы компенсировать затраты, которые он понес на покупку Твиттера. Ну, и процесс продажи акций в сочетании с тем, что в Америке было отозвано 40 тысяч автомобилей из-за потенциальных каких-то неполадок с усилением рулевого управления, то есть, что как бы требуется там большее рулевое усилие в случае, если там где-то на кочке где-то подскочили на неровной дороге машина. Вот, ну, агентство, которое этим занимается, национальное, предъявило, собственно говоря, Маску и компании, точнее, претензии. Ну, уж придираются ли они там из-за того, что им не нравится, что Маск приобрел Твиттер и дает пользователям свободу слова на нем и, во всяком случае, гораздо больше, чем и она была, или же это действительно технический момент, но так или иначе, вот, сочетание, это почти на 6%, обесценило Теслу, соответственно, вот она припала. Ну, и, в общем, радующей, как таковой, динамики по большинству акций, которые находятся в поле зрения инвесторов, в общем-то, и нет. Есть довольно широкая масса слишком быстро проданных компаний, которые успевают поотскакивать немного, есть какие-то плюсы, в основном, среди тех компаний, которые очень хорошо устойчивы к кризисам, я уже много раз говорил о Макдональдсе, о Проктерен Гэмбл, например, то есть компании, которые продают то, что людям все равно нужно каждый день и на что, в общем-то, не уходит слишком уж значительная часть, там, семейного бюджета. можно посмотреть на крупный взлет в цене фармацевтической компании Амген. Здесь тоже, я не очень большой, скажем так, специалист в этой области, но она, уверен, взлетела после последнего отчета, оценивают ее разработки, последние лекарственные. Здесь, я повторюсь, не специалист, кому интересно, вы можете глянуть. Ну и упал, Дисней сегодня упал на почти 8% на фреймаркете после отчета, который показал, что прибыль Диснея в последнем квартале составил всего 30 центов на акцию против ожиданий около 60 центов, то есть в два раза практически уменьшилась прибыль, причем по сравнению с ожиданиями, а по сравнению с третьим, с тремя предыдущими кварталами, где прибыль составляла более доллара на каждую акцию, в три с лишним раза падение, при этом выручка неплохая, но тоже ниже ожиданий, там, так сказать, она на уровне 20 миллиардов с небольшим, а была, соответственно, по ожиданиям 21 где-то с половиной миллиард, прошлый квартал показывал такие данные, но про Дисней, я думаю, что я отдельно сниму видео, на самом деле отчет и конференции где обсуждали менеджмент компании текущую ситуацию с инвесторами, содержит много-много таких деталей, за которые, в общем, если, так сказать, зацепиться и посмотреть туда поглубже, то не так все на самом деле плохо обстоит, даже, может быть, потенциал компании, вот если смотреть на эти обсуждения, даже повыше стал, но при этом, при всем текущий финансовый результат, конечно, давлеет, и акции вполне могут провалиться глубже, прежде чем там большинство рынка протрет глаза, осознает, что на самом деле это вполне достойная и покупки ситуация, но не на в целом неопределенном рынке и не сразу после такого отчета, поэтому вот там 90 с небольшим за акцию, который был годовой минимум дважды или трижды повторенный уже в течение этого года, недалеко от него открывается Дисней, там 92 с небольшим сегодня, и ни фактически не провалится глубже под 90 в ближайшие дни, то есть в данный момент динамика негативная. Ну, вот, наверное, те события, которые стоит обратить внимание, мы обсудили, ну, и какой-то апдейт попозже я к концу недели запишу, может быть, отдельное видео действительно будет Диснею посвящено, если не будет на неделе каких-то более ярких инфоповодов.